Еще четыре социальных проекта для улучшения жизни людей будут запущены в этом году в Приморье. Команды и авторы успешно защитили свои инициативы в сферах здравоохранения, образования, социальной политики и занятости. Национальная социальная инициатива – это инструмент, который был разработан агентством стратегических инициатив. Задача этого инструмента – спроектировать качественный клиентский маршрут, через который проходит житель, попадая в жизненную ситуацию. Жизненные ситуации бывают разные. Жизненная ситуация бывает, например, рождение ребенка или получение какой-то социальной помощи. Это та социальная какая-то ситуация, в которую может попасть любой из нас. И важно, чтобы каждый житель прошел эту жизненную ситуацию с комфортом. И любое взаимодействие с любыми органами из-под власти, с любыми социальными учреждениями было максимально комфортным. Для этого мы изучаем весь клиентский маршрут, весь путь, через который проходит наш клиент. Мы называем их целевая аудитория. Мы формируем набор решений, которые позволяют этот путь оптимизировать. В этом году приоритет отдали вопросам трудоустройства участников СВО, членов их семей. Повышение качества питания в школах, диспансеризации населения и улучшение качества жизни инвалидов первой группы. Сегодня у нас на защиту будет представлено 4 проекта. Проекты достаточно важные, нужные для Приморского края. Например, один из них – это трудоустройство ребят, вернувшихся с СВО. Повестка важная, повестка актуальная. Наша задача, благодаря представленному сегодня проекту, повысить количество трудоустроенных ребят, вернувшихся с СВО, как минимум на 10%. Если в прошлом году этот показатель составлял 65%, то к концу этого года мы планируем трудоустроить не менее 70% ребят, которые вернулись с СВО и планируют работать здесь, на территории Приморского края, на гражданских должностях. Следующий проект, который сегодня будет представлен на суд жюри – это проект, направленный на повышение, на увеличение количества граждан, которые прошли профосмотры. Дело в том, что на сегодняшний день не более 30% граждан проходит профосмотры. Наша задача – увеличить количество граждан, прошедших профосмотры, как минимум до 70%. Жюри поддержало реализацию всех представленных инициатив. Все они будут воплощены в регионе в этом году. В настоящее время в Приморье реализовано уже более 20 крупных и интересных проектов в самых разных отраслях. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.